В рамках Всемирного дня осведомленности о раке молочной железы в Карагандинском областном онкологическом диспансере рассказали о ситуации в регионе. По словам врачей, массовые скрининговые обследования позволяют выявлять заболевания на ранних стадиях. Педагоги Североказахстанской области встретились с советником министра образования и науки Казахстана Майраш Тайкеновой. Говорили на собрании о том, какое внимание в стране будут уделять работникам этой сферы. В Ахтубе отремонтировали участок дороги Ахтубе-Орск. По словам специалистов, во время ремонтных работ они починили не только дороги, но и мосты. В рамках Всемирного дня осведомленности о раке молочной железы в Карагандинском областном онкологическом диспансере рассказали о ситуации в регионе. По словам врачей, массовые скрининговые обследования позволяют выявлять заболевания на ранних стадиях. За 9 месяцев года в Карагандинской области выявлено 179 случаев рака молочной железы. Это результаты скрининговых обследований. В 92% случаев заболевания находятся на ранней стадии. А это означает, что пациенты будут вылечены. Врачи онкологического диспансера ответственно заявляют, чудес не бывает. Необходимо обязательное лечение. К тому же с каждым годом ученые узнают об этом заболевании все больше. В пациентах 40 больных, которые болеют раком, железы, это не гормонозависимые раки. Поэтому лечение другое. И поэтому даже у больных с первой стадии заболевания, с ранней стадии заболевания, проводится надо химиотерапия, плачевая терапия, что раньше не делалось. Это не говорит о том, что это уже запущенная форма. Нет. Наоборот, мы имеем больше возможностей для лечения. Мы больше знаем теперь о заболевании. И нам лучше и более эффективнее бороться с этим заболеванием. И эффективность тех пациентов, которым проводится комплексное лечение, гораздо выше. И выживаемость таких пациентов тоже гораздо выше. Специалисты заявляют, что за 10 лет выросло выявление рака на первой и второй стадии. Появилось больше возможностей вовремя выявить это заболевание. Но вместе с тем рак молочной железы стали выявлять и у женщин молодого возраста. Выявить заболевание на ранней стадии помогают скрининговое и профилактическое обследование. Это ежегодный проводится декадник в октябре. Проводится с, я уже говорила, что сейчас с привлечением кафедры, но онкологический диспансер и с привлечением ПМСП, то есть на местах поликлиниках проводится каждую субботу дни открытых дверей. То есть без предварительной записи любая женщина может пройти обследование в рамках этого декадника. Специалисты онкологического диспансера также отмечают, что несмотря на свободный доступ к информации о раке груди, по-прежнему встречаются пациенты, которые приходят с запущенными стадиями. Одни боятся услышать страшный диагноз, другие обращаются к так называемым народным целителям. Вот только чудес не бывает. Рак сам по себе не вылечится, заявляют врачи. Педагоги Североказахстанской области встретились с советником министра образования и науки Казахстана Майраш Тайкеновой. Говорили на собрании о том, какое внимание в стране будут уделять работникам этой сферы. Обсудить обращение президента собрались директоры школ, колледжей, детских садов и учителя. Как отметил в своем послании глава государства, основы мышления, умственные и творческие способности, новые навыки формируются в раннем детстве. В этой сфере необходимо пересмотреть квалифицированные требования, методы обучения, систему оплаты труда, воспитателей и других работников детских садов. Подробно о грядущих изменениях рассказала советник министра образования Республики Казахстан Майраш Тайкенова. Вы слышали в последнем послании нашего президента, что сейчас на дошкольное образование мы будем уделять определенное внимание, более того, и повышение зарплаты воспитателей, инициатив, и так далее, и так далее. Значит, инициатив много, при том я хочу подчеркнуть, что все инициативы, которые вырабатываются в Министерстве образования, они практически все поддержаны президентом. Это говорит о том, что в принципе все, что мы делаем, все это достаточно убедительно. И за эти три года, как только мы вступили с обновленной программой, мы сумели доказать, благодаря вашей деятельности, в первую очередь, благодаря преподавателям, благодаря учителям, мы доказали, что сфера действительно может дальше развиваться, очень хорошо, динамично. Но самое главное, мы заслужили с вами большого доверия. По словам Майраш Тайкеновой, на 2018-2019 годы в стране выделено 68 338 грантов. Это значит, что абитуриентам не придется выезжать за пределы государства, чтобы получить среднее и высшее образование. Кроме того, за последние 14 лет заработная плата педагогов выросла почти в пять раз. Нередко мы слышим, что качество нашего школьного образования намного ниже, чем в развитых странах. Попробуем противопоставить факты стереотипам такого рода. На 2017 год казахстанские школьники награждены 125 золотыми, 197 серебряными, 300 и 27 бронзовыми медалями, а также 12 грамм. Таким образом, наши ребята занимают 10 место в мире по итогам побед на престижных международных олимпиадах по естественным математическим наукам. Этот уровень говорит о высоком качестве школьного образования. Как заверил глава государства, учителей ждет много перемен. Уже в 2019 году запланировано утверждение закона о статусе педагога. Коснется это не только работников школ, но и дошкольных организаций. Кроме того, как отметил Ельбасы, планируется изменить и систему дошкольного образования. В Ахтубе отремонтировали участок дороги Ахтубе-Орск. По словам специалистов, во время ремонтных работ они починили не только дороги, но и мосты. Вот так теперь выглядит выезд из города на Орском направлении. Сложно даже представить, что еще совсем недавно этот участок был похож на привет из лихих 90-х. С колдобинами, ямами, парой фонарей и плывущими от времени обочинами. На реконструкцию объекта в рамках госзаказа ушел почти год. Работы начались сразу, как только стали известны итоги тендера. Установлены опоры освещения двух сторон на всю протяженность 7,7 километра. Были установлены бортовые камни. Также мы 100% приготовили законченные работы земляные, подстилающего слоя, основания и трех слоев асфальта. Это черный щебень, крупнозернистый и шима. По проекту верхний слой четырехполосной дороги планировался к выполнению из мелкозернистой асфальтобитумной смеси. В дальнейшем он был пересогласован и применен более качественный современный материал – щебеночно-мастичный асфальтобетон. Вдоль трассы появились 28 опор линий электропередачи, использованы светодиодные лампы, оформлена подсветка, подключено освещение в динамике. Плюс еще множество различных деталей. Такой основательный тюнинг преобразил дорогу до лучших европейских образцов. Уширили обочины, уширили дорожное само полотно, разделительную полосу трехметровую сделали, в ней установили опоры освещения, посадили газон. Реконструкция двух мостов с уширением была. Это через речку Песчанка и через речку Жаман-Каргала. Мосты, к слову, также строились от основания. Все существующие прежде конструкции были разобраны. Устанавливались новые изделия с учетом требований времени, безопасности и, опять же, эстетики. Если говорить о казахстанском содержании, то данный объект является одним из лучших примеров. Материалы подрядчик использовал преимущественно местные, тоже можно сказать и об интеллектуальных ресурсах. Задействованы были асфальтобетонный завод, задействованы были ЖБИ, что из местных предприятий. Помимо этого у нас еще привлекались мостовики, которые строили у нас мосты через Песчанку и через Жаман-Каргалу, речки. Там в размере 30 человек вели работы. Работы не останавливались, велись и зимой, то есть и прогрев бетона, и монтаж балок, и ригелей, и всего-всего остального. Всего на капитальной реконструкции участка дороги Актубе-Орск были заняты регулярно три бригады по 12 человек в каждой и 25 единиц спецтехники ТОК-ТП. В настоящее время осталось выполнить небольшой перечень работ, доставить остановочные павильоны, завершить оформление дорожных съездов и частично установить бортовые камни вдоль примыкания к мостам. Также у ТОК-ТП на стадии завершения еще один крупный объект. Строительство и ввод в эксплуатацию надземного перехода в районе проходной Актюбинского завода ферросплавов ТНК «Касхром». Здесь же отремонтирован участок дороги протяженностью 2 километра 200 метров. Сейчас мы находимся на пешеходном переходе надземном, который мы тоже уже завершили в основном, остались мелкие недоделки. И стоимость данного пешеходного перехода составляет 88 миллионов по смертной стоимости. Основные работы все закончены здесь, остались там мелочь где-то подкрасить, закрутить, прикрутить. Но в основном, как вы видите, уже работники АЗФ уже проходят по этому пешеходному переходу. Рады, счастливы. Для них это действительно большое значение, что уже не будут бегать через дорогу, нарушать правила дорожного движения, а прекрасно будут ходить на работу, работать спокойно. Возведение зданий для лестничных конструкций производилось с нуля. Сейчас надземка уже приобрела четкие очертания, надежный корпус, остались лишь небольшие ремонтные работы внутри. Освещение и отопление по смете не предусмотрены, но, судя по количеству окон, темно в переходе не будет. С обеих сторон у входа появится брусчатка и уличное освещение. Но главный объект решает вопрос безопасности. Переходить дорогу заводчанам теперь можно комфортно и без риска для жизни. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова